Ноябрьска 24 продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах понедельника. Контролируют всех приезжающих. На вокзалах и в аэропорту Ноябрьска появились проверяющие. Ситуация не меняется. В городе добровольцы вновь собрались на субботник. И вакцинацию возобновляют. На Ямал поступила очередная партия препарата «Спутник Ви». С 3 июля на Ямале начали действовать новые правила для прибывающих в регион. На вокзалах и в аэропорту Ноябрьска оборудовали контрольно-пропускные пункты. Здесь у путешественников из других регионов проверяют наличие сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Как работает новая система, увидела наша съемочная группа. Первым рейсом, прибывшим по новым правилам, стал борт из Салихарда. Несмотря на то, что маршрут связал два города Ямала, около половины пассажиров оказались не местными. И лишь единицы из них заранее знали о новых правилах въезда. Кто местные граждане? Просто показываете прописку и проходите дальше. А эти не местные? Если не местные, мы проверим документы. Местные налево, не местные направо. Всех пассажиров в аэропорту еще во время ожидания багажа разделили на три потока. Ямальцам с пропиской никаких документов показывать не нужно. Тем, кто зарегистрирован в других регионах, нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на ковид. И тоже можно проходить. А вот если нет ни того, ни другого, придется задержаться. Если этого нет, то, соответственно, проводим в медицинский кабинет. И специалисты проводят сразу тест. Если у людей нет такой возможности, в силу определенной причины обстоятельств, мы рекомендуем настойчиво, чтобы люди сразу же ушли на самоизоляцию на две недели. Еще до прибытия первого рейса готовность в воздушной гавани работать по-новому проверил глава города. Алексей Романов осмотрел кабинет медика. Его оборудовали здесь же, в здании аэропорта. Врач осматривает пассажиров и предлагает сдать тест на ковид. Правда, за свой счет. Те, кто отказывается, отправляют на самоизоляцию. Пока в ноябрьские пассажиров без тестов и прививки не штрафуют. Но административный кодекс предполагает штрафы от одной до 30 тысяч рублей. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность по 20.6.1, кодекс об административных правонарушениях. Но основную задачу мы перед собой ставим не привлечение людей к административной ответственности, а добиться, чтобы работодатели, которые приглашают этих людей на работу в Ноябрьский, в Емолонейский автономокруг, обеспечили соблюдение требований губернатора и требований Роспотребнадзора. Сейчас городские власти ведут активную работу с предприятиями, ведь чаще всего жители других регионов приезжают в Ноябрьск для работы вахтовым методом. Сами пассажиры новшества восприняли по-разному. Но за полтора года пандемии к различным ковидным ограничениям уже привыкли практически все. С архангельской пропиской лечу из Салихарда, где лежал в больнице с ковидом. Пытаюсь добираться домой. У вас мера пассажир должен быть разраст? Есть, есть. Поэтому я и не дергаюсь. Мы там местные. Мы из своего региона не вылетаем. Когда вылетаем в другой регион, намного путешествия. Мы сдаем пассажиры, диагностику. Ну, допустим, вот сейчас те, кто люди опаздывают, до одного столика это очень мало. Потому что народу много, не у всех есть. И немногие знают с правилами регионов. Пункты для проверки документов у прибывающих граждан, организованные на обоих железнодорожных вокзалах Ноябрьска. Для этого здесь установили специальное ограждение и разделили потоки, те, кто уезжает и те, кто приезжает. Первый поиск по новым правилам встретили из Уфы. На нем приехало 14 человек, тех, кто сошел здесь, на железнодорожном вокзале Ноябрьск-2. И четверым из них было рекомендовано в ближайшее время сдать ПЦР-тестирование. Пункт тестирования на коронавирус на ЖД-вокзале разместился в автобусе. Обеспечивать порядок и объяснять пассажирам тонкости новых правил помогают полицейские, казаки и Росгвардия. Новшества не касаются только несовершеннолетних путешественников. Детям и подросткам из других регионов для въезда на Ямал отрицательные тесты не потребуются. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск-24. По последним данным в стационарах ЦГБ Ноябрьска с диагнозом COVID-19 находится 122 человека, причем 40% из них иногородние. Как правило, это жители Губкинского и Муравленка. Большая часть пациентов поступают в больницу в состоянии легкой или средней степени тяжести. Но есть и те, кому не обойтись без помощи аппаратов ИВЛ. 12 человек находятся в реанимации. Пока врачи Ноябрьской больницы справляются, но с каждым днем статистика по заболевшим ухудшается. Коварство этого заболевания в том, что пациент даже в удовлетворительном состоянии в течение нескольких суток может ухудшиться и перейти в категорию тяжелых. Это не единичный случай, это просто отражение фазности течения заболевания. То есть исход до пациента, если относятся к категории удовлетворительных, то это просто начальная стадия заболевания. И при развитии других стадий, конечно, пациент может попасть на ИВЛ. Тем временем в город поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Препарат доставили также в Новый Ринго и Надым. Всего распределили 16 800 доз. О том, что вакцина в Ноябрьске закончилась, стало известно в пятницу. В городе приостановили первый этап вакцинации. Прививки ставили только тем, кто записался заранее. На ведении второго компонента ситуация никак не сказалась. По словам главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, спрос на вакцину в последнее время вырос в несколько раз. В Ноябрьске работают несколько пунктов вакцинации в Зените, во взрослой поликлинике и спеццентре. Записаться можно через госуслуги, в электронной регистраторе или по телефону колл-центра 33 48 03. На Ямале нарушены сроки строительства ковид-госпиталей. О выявленных недоработках сообщили в окружном департаменте строительства. В регионе растет обеспокоенность возможной нехваткой коек для пациентов с коронавирусом. Так, ямальцы в сетях задаются вопросом, почему не работают два крупных инфекционных госпиталя в Салихарде и Новом Уренгое, которые должны были сдать еще в прошлом году. Да, подрядчиками было допущено нарушение срока по строительству инфекционных центров. В настоящее время в отношении подрядчика ведется претензионная работа. Учителя физкультуры не требуются, но есть спрос на преподавателей математики, физики, а также английского и русского языков. Начальник департамента образования Ноябрьска Светлана Фатеева ответила на вопросы горожан в прямом эфире. Одним из острых стал вопрос о вакцинации школьников. Светлана Фатеева не исключила такую возможность. Что касается ограничительных мер в регионе, то они могут повлиять и на проведение праздничной линейки 1 сентября. Сточная информация появится позже. Интересовала жителей судьба седьмой школы. Реконструкция стартует здесь не раньше следующего года. Сейчас разрабатывают проект реновации образовательного учреждения. Как только будет проект разработан, будет принято решение о масштабах работ. Мы планируем, что все-таки внутренний двор должен иметь закрытое пространство. Мы хотели бы, чтобы это был закрытый атриум. Мы обязательно доведем до сведения всех родителей о сроках проведения реновации и о том, где, если потребуется, будут обучаться ребята этот период времени. Не менее больной вопрос о второй смене. Светлана Фатеева отметила, что по санитарным нормам в первую смену должны учиться ученики первого, пятого и выпускных классов. И ввиду того, что только пять школ в городе могут организовать обучение в одну смену, то каких-либо изменений не будет. На подъезде к Ноябрьску завершается капитальный ремонт основной дороги, ведущей в город. Речь об участке трассы до Карамовского поста. Сейчас строители укладывают нижний слой покрытия на последних километрах. Следующий этап – асфальт и разметка. Параллельно в районе города ремонтируют шесть мостов. Свои опоры уже установили, смонтированы балки. Оценить качество работ планирует губернатор Ямала. Свою уже традиционную инспекцию он проведет в августе. Сезон субботников в восьмом микрорайоне вновь открыт. В прошлом году добровольцы провели там шесть тотальных уборок. В общей сложности они собрали 1800 кубических литров мусора. В этом году думали, что ситуация будет лучше, но ошиблись. Чище не стало. Старые матрасы, жившая техника и даже захоронение стеклянных отходов. Находки порой были поистине диковинными. Самый проблемный участок, который мы еще не успели почистить. Вооружившись пакетами и перчатками, набрызгавшись репеллентами. Этот отряд добровольцев начинает прочёс территории. У каждого эко-бойца свой фронт работ. Цель максимально очистить лесополосу от мусора, который валяется здесь буквально на каждом шагу. Если бы мы все сидели дома, тут уже можно было бы даже не зайти из-за битого стекла, из-за осколков, из-за окурков, из-за последних, что я убирала сосиски, обертки от сосисок. Горы целлофана, пластика, окурки – это последствия пикников. Свой отпечаток оставила и пандемия в виде медицинских масок и перчаток. Поражает не только разнообразие, но и количество мусора. Вот добровольцы нашли целую яму с битым стеклом. Откуда столько бутылок, стоит только догадываться. Вот посмотрите просто. Хранилище просто. Здесь, видимо, яма была мусорная. Все думают, что она пропадает. Но она только хуже. Наверное, это только хуже становится. В любом случае такого не должно быть, правда, в нашем лесу? Уже второе лето подряд горожане каждую субботу выходят сюда на субботник. Добровольно. Даже в плохую погоду. По зову души. В прошлом году волонтеры провели шесть таких масштабных очисток. Надеялись, что в этом году станет чище. Но масштабы проблемы, наоборот, увеличились. Когда мы зашли первый раз, особенно территория, которая непосредственно возле пятачка открытого, это был какой-то ужас. Со мной были два моих ребенка маленьких. И они ко мне подходили и все время задавали вопрос. Мама, откуда столько мусора? А зачем, говорят, люди столько бросают грязи? Это же все портит природу. Волонтеры только за это лето собрали уже больше 70 мешков с мелким мусором. И это далеко не конец. Появилась идея даже установить здесь специальные плакаты с просьбой не мусорить. Ведь там, где еще неделю назад было убрано, сегодня вновь появились отходы жизнедеятельности. Мы надеялись, что если будет чистый лес, то не захотят его портить и не захотят царить. И возможно, даже увидев наши субботники, люди с уважением отнесутся к чужому труду. Поддержат нас. Действуя командой, сообща, мы можем прибрать наш город и наслаждаться ее чистотой. Когда с лесным массивом около восьмого микрорайона будет покончено, волонтеры планируют двинуться дальше. Уборки требуют и другие части города. Желающих помочь ждут на следующий субботник. Он состоится 17 июля в полдень. Место встречи – лесная зона за домом 110 по улице Советской. Елена Жаркова, Антон Плоский, ноябрь 24. В ноябрьске начала работать система эко-мониторинга. Она контролирует состав воздуха. Специальные датчики установили сразу в нескольких районах города. В районе улицы Холмогорской, Шевченко, Изыскателей мира, а также Советской, Новоселов, Магистральные дружбы. Устройства в круглосуточном режиме определяют концентрацию различных веществ в воздухе. Данные передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу. На сегодня система пока не фиксировала никаких нарушений. Почта снизит потребление бумаги и электроэнергии. К 2025 году уменьшить эти показатели планируют на 40%. Потребление бумаги, к примеру, планируют снизить до 6 тонн вместо 10 тысяч тонн. Добиться этого собираются за счет увеличения внутреннего электронного документа оборота, а также снижения потребления бумаги при работе с клиентами. Уже сейчас можно не распечатывать заказное письмо, а получить или отправить его в электронном виде через мобильное приложение. Также в планах перейти на светодиодное освещение, которое помогает беречь электроэнергию, и установить умные счетчики. Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Почта России обновит автопарк и переведет часть машин на использование природного газа. На Ямале меньше всего бедных. Округ в рейтинге регионов по доходам населения занял первое место. В 2020 году за чертой бедности на Ямале оказались 5% жителей. Их доходы составляют менее одного минимального размера оплаты труда. Это около 17 тысяч рублей. За чертой крайней бедности, куда относится население, чей доход менее половины мрот, оказалось полпроцента. В числе самых неблагополучных – Республика Алтай и Курганская область. В этих регионах каждый пятый житель живет за чертой бедности. Коротко о спортивных новостях. Стали известны полуфиналисты Евро-2020. В выходные путевку в следующую стадию турнира получили команды Италии, Испании, Дании и Англии. В тяжелой борьбе испанцы выбили из турнира Швейцарию. Соперником испанцев в полуфинале станет сборная Италии, которая уверенно переиграла одного из фаворитов – команду Бельгии. Матч Италии-Испания пройдет в ночь со вторника на среду. Начало в полночь по местному времени. Второй парой полуфинала стали команды Дании и Англии. Это противостояние болельщики смогут посмотреть в ночь со среды на четверг. В Метросети подвели итоги конкурса детских рисунков, приуроченного ко дню защиты детей. Какие работы набрали больше всего голосов среди пользователей, расскажем в завершающем материале выпуска. В честь Дня защиты детей Метросеть запустила среди своих пользователей конкурс детских рисунков. Ребятам нужно было изобразить персонажей из своего любимого мультфильма, который идет на любом из детских телеканалов кабельного телевидения Метросети. Disney, MultHD, STS Kids, Multimusica, Детский мир и других. Рисунок нужно было выложить ВКонтакте с хэштегом «Рисунок для Метросети» до 6 июня. Затем началось голосование. Все участники большие молодцы. Мы получили море положительных эмоций, просматривая присланные на конкурс рисунки. Все они очень яркие и оригинальные. Ребята очень творчески подошли к выполнению задания и изобразили своих любимых персонажей из мультфильмов, которые смотрят на детских каналах. Поздравляем всех победителей и участников. Всего в конкурсе приняли участие более 140 рисунков. Голосование продолжалось до 10 июня. На кону стояли детский электросамокат, умный робот, смарт-часы и десятки других призов. По итогам голосования один из главных призов смарт-часы выиграла Тайиба Довлатова из Ноябрьска. А ее сестра – картину, которую сможет сама расписать. Мне подарки нравятся. Вместе будем пользоваться. Я тоже. Картину будете вместе разрисовывать? Ну, может быть, я ей дам эту картину, скоро сама раскрасим. Независимо от места, которое занял тот или иной рисунок, каждый ребенок получил памятный приз от команды метросети. Впереди пользователей провайдера ждут новые конкурсы и подарки. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok